МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так получилось, что действительно моя работа, то, чем я занимался, ну, в принципе, 40 лет в университете, оно стало основным содержанием моей жизни. То, что было ранее, то, что я где-то там работал, там служил и прочее, это было бы как будто бы подготовкой к тому главному, чем я потом, в конце концов, и занялся. И что мне нравится? Знаете, нравилось выходить к людям, к самым разным, к самым разным. Когда вот я выходил на тех же самых курсах, и людям в будущем, поскольку они были абитуриентами, в разных специальностях, говорил и о литературе, и раскрывал вот этот человеческий мир литературы, опять же, пытаясь приблизить их жизнь, пытаясь приблизить тому, чем они живут, мне это очень нравилось. То есть сама вот эта работа. Что не нравится? Не нравится то, что, увы, в результате всех этих перемен я в основном-то оказываюсь не у дел. Для меня это, знаете ли, постепенное умирание, постепенное оглупление. Наступает такой процесс невольной, ну, деменция, не деменция, но тем не менее, просто начинаешь что-то забывать. Грустно. Происходит вот сокращение гуманитарной сферы. К чему это приведет? Я не знаю, но, может, все-таки отстребнемся, и вспомним, что без гуманитарной сферы нету и хумануса, хомо сапиенса, нету, собственно, человека. Жизнь идет, жизнь идет. Что-то к хорошему, к лучшему. Что-то меня не удовлетворяет. Но вот пока живы, пока живы. Вот куда позовут, позовут, выступите с тем-то и тем-то, я пойду. Где-то не специально. Ну, во-первых, нос как-то себе не пристроишь. Он у меня достаточно длинный, гоглевский, да. А вообще был такой случай. В 1984 году, когда отмечали очередной юбилей Гоголя, 175 лет, такая солидная дата. И я сказал своему научному руководителю, Максиму Михайловичу Генну, что хотел бы кто-нибудь поехать, ну, выступить на людей, посмотреть, сказал, да, Бога ради. Я тебе рекомендацию дам, поезжай в Москву, в Ленинград. И лично я-то поеду в Полтаву, на родину Гоголя. Сказал, я тоже хочу в Полтаву. И вот мы с ними съездили в Полтаву, побывали в гогольских местах, в музее Полтавской битвы. А на обратном пути, когда я ехал, ну, с коллегами-москвичами, попался с ними в одно купе, они сказали, а вот вы могли бы сыграть молодого Гоголя. Спасибо. Но тогда у меня, разумеется, волосы были потемнее, а нос может быть даже еще длиннее. Так что что-то такое, какие-то внешние черты были. Вообще, то, что касается там прически и прочее, это немножко другое. Ведь когда человеку интересна прическа, вот молодые люди, когда начались перестроечные годы и прочее, то затылки брили, то и флакезов на голове, то разными цветами красились. У нас было другое. Нам очень хотелось, вот как сейчас у меня это осталось, от 60-х годов, под битлзов опустить волосы на уши. Это, конечно, было запрещено. Учителя стояли в дырях школы, и таких волосатиков отправляли обратно с 30-ти. Ну, может, там какими-то окольными путями проникали в школу. Но это скорее оттуда, не от Гоголя. Да, знаете, отдельные серии не все. То есть я это собираюсь еще сделать. Вы знаете, я бы его посмотрел. Многим моим знакомым мне понравилось. Говорят, что-то там непонятно. Ну да, конечно. Это даже не Птушко, не Александр Ро, это не наши сказочники. Это скорее сделано в такой сновидческой манере Дэвида Линча. Вот что-то ближе вот к этому. Но в этом нужно просто разобраться, нужно взяться. Я думаю, что они поработали не зря. И все равно все эти серии я непременно еще просмотрю. Самую первую я смотрел внимательно, хотя там показывали ее как-то ночью. Посмотрел, попытался вникнуть. Так что ничего, думаю, что до этого сериала я дойду. Ну, допустим, Александр Ро, наш замечательный сказочник, замечательный фантазер, который придумал какой-то свой особый мир. Мне кажется, его «Ночь перед дождеством» — это прекрасная экранизация. Близкая к тексту и с его чисто такими сказочными задумками, это было весьма-весьма неплохо. Но Гоголя ставить очень трудно. Ну, допустим, замечательный актер и режиссер поставил фильм по повести «Нос». А вы знаете, это все-таки в самом деле не Гоголь. Не Гоголь. Потому что он попытался, ну, знаете, кое-что нам объяснить. Вот почему Иван Яковлевич, сериумник такой вот странный, да? И там ясно, что он там, ну, попивает, попивает. Он это еще там снабдил такими своими добавками. Вот он просыпается, опускает ноги, оглядывается, лезет под кровать, вынимает оттуда шкалик. Прячет его. Я, Прасковья Федоровна, пожалуй, сегодня кофе пить не буду. Вот я хлебца поем. Ну и пусть дурак не пьет, но лишняя порция останется. Он уходит на двор, возвращается, уже довольный, тепленький, садится за стол, берет хлеб, начинает резать. Вот все психологически понятно. Но вот там мистика, которая есть у Гоголя, она все-таки в фильмы Ролана Быкова как-то вот не вошла. Ну, она в него не вмещалась. Он более земной, он более реалистичный. А вот, между прочим, когда Ролан Быков играл в экранизации повести «Шинель», там режиссером был Баталов, а он сыграл Акакия Акакевича. Молодец, Баталов, он же все-таки нашел эту мистику. Когда за тем самым значительным лицом, который оскорбил Акакия Акакевича, гонится преступник и прыгает ему на плечи, мы же видим, что это здоровенные мужичины. Но когда этот перепуганный чиновник поворачивается, и над ним появляется летящий Акакий Акакевич, это именно он. Разбойник был другой. Это просто растревоженная душа этого чиновника, но ведь погубил-таки человека. Распек его, он увидел в этом преступнике того, кого он обидел. Замечательная находка. Когда я пошел в первый класс, мы уже было записаться в библиотеку, мы же пошли записываться всем двором. И вообще в библиотеку ходили всем двором, как говорится, и во время учебного года. А летом, вы знаете, это было замечательное зрелище. Ведь в те годы люди жили довольно бедно, и поэтому летняя одежда у младшеклассников – это были трусы. И все. И вот представляете, такая стайка ребятишек в трусах со двора, там двух человек, пять-семь, больше, бегом в библиотеку. Нас в таком виде пропускали. Никого не смущало то, что мы босиком, и то, что мы только в трусах. Но все читали. Читали отличники, читали двоечники. Мой сосед, вот в доме через дорогу жил, его в третьем классе классная руководительница не приняла в пионеры. То есть всех принимали. В октябре-то всех, то есть сразу же в первом классе, к утяжным праздникам. И в конце, по-моему, третьего класса нас всех точно так же принимали в пионеры. И вот она его не пустила. Она, так сказать, не полагалась на его, ну, как сказать, поведение. Он может что-то сделать не то. Он может опорочить честь пионерской организации. Он оказался вне организации. Но читателем он был страстным. Больше всего люблю читать. Он бегал вместе с нами. Вот так мы читали. А теперь, видите, слишком много других каких-то соблазнов, занятий и прочее. И поэтому книга постепенно уходит. Это касается не только школ, не только детей. Вот вы обратили внимание на то, что в интеллектуальных передачах на телевидении, я имею в виду интеллектуальные игры, ну, вот, допустим, я буквально регулярно смотрю свою игру по НТВ, да. Хорошая, спокойная игра, нормальные вопросы. Потому что, скажем, кто хочет стать миллионером, ну, это в большей степени игра пиар. Приходят люди себя показать, и больше хихитушек, чем там, собственно, серьезных вопросов. Всемирные игры разума. Нормальная игра, там тоже вопросы более-менее, более-менее такие сносные. А вот в передаче «Что, где, когда», там зрители присылают такие вопросы, ну, попробуй догадайся. Ну, в этих интеллектуальных играх я обратил внимание вот на что. Когда доходит дело до финала в своей игре, что выбрасывают в первую очередь? Вопросы по литературе, вопросы по искусству, кино, театр. Выбрасывают, оставляют что-то такое экзотическое. Или, допустим, задают вопрос. Вот кто из писателей обращался к Ленину с гневным протестом против репрессий, которые проводили новые советские власти. И показывают портрет человека. Сидит человек с такой мощной шевелюрой, бородатой, да. Кто это? Смотрели наши знатоки, сказали, Эмиль Золя. Ну, вы знаете, у него никогда такой растительности не было. А этот кутлатый бородатый – это Владимир Галактионович Короленко. Не узнали. Ну, хорошо, положим Короленко из второго ряда. Но как можно не узнать классический портрет Гончарова? Когда показывают Гончарова, издатки не узнают его. Или, допустим, вот в опере муж Татьяны поет. «Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны». Так ли было у Пушкина? Схватились за головы. Ну что, ну давайте 50 на 50. Так. Не так. В том-то и дело, что у Пушкина наоборот. Это престарелый супруг Татьяны. Кстати говоря, он на самом деле-то не престарелый. Это его в опере состарили. А он с Онегиным на «ты». А Онегину к концу романа 30 лет. Значит, и генерал тоже. Если даже и больше, то ненамного. Он совсем не стар. А у Пушкина сам автор говорил. «Любви все возрасты покорны, но юным, девственным сердцам ее порывы благотворны». То есть люби в молодости, а уж в старости, как говорится, сиди спокойно. И вот много-много раз они так попадались на пушкинских вопросах, на гоголевских вопросах. Они не узнали эту замечательную лужу из гоголевского Миргорода. Замечательная лужа. Нигде больше нет такой лужи. У кого была такая лужа? Автор. Они решили, что есть и лужа, есть и грязь. Салтыков щедрин. Нет, это у гоголя такая лужа, океан. Помните фильм «Дощики матери» по пьесе Володина? Там читали стихи. «Мы самоеды, что-то, тата, скорбя, не жрем соседа, едим себя, докопаемся». Ну, мне кажется, это наша особенность. Рефлексия, ну, это, наверное, особенность нашего менталитета, нашей души. Разобраться в себе, понять себя. Конечно, порой это приводит к таким результатам, даже, можно сказать, какой-то мерекомическим. Есть же такой анекдот, что людоед проснулся посреди ночи, сел на край кровати и стал стонать. Зачем жил? Для какой цели родился? Аж нами говорит, ну, предупреждала, не ешь на ночь филолога. Зачем жил, для какой цели родился? В этой помните, Печоринская. А верно, было мне назначение высокое. Да, действительно, хочется понять, кто я такой, зачем живу. Это особенность нашей литературы. Кому-то это может не нравиться, кто-то может даже по этому поводу из нашей жизни сокрушаться, что вот мы не умеем по-настоящему писать романы. Вот французы, да, если у него любовный роман, у французы, так он напишет такой роман. А вот Толстой написал ему Карин, что только о любви нет, это вот, понимаете, вся жизнь, во всей его всеохватности. Война и мир, так он даже не называл войну и мир романом. Вот пишут, роман, эпопея, а это не толстовское определение. Это уже потом придумали. А он называл это книга. А книга, это Библия, это тоже книга. То есть все-все-все, что можно сказать о жизни, о семейной, об исторической, философских размышлениях и социально-психологические аспекты, все вошло туда. Ну вот это и есть русская литература. Кто-то может говорить, что это нас как бы расслабляет, расслабляет. Кто-то, а вот иностранцы, Томас Манн. Дихая лиги русских литературы, святая русская литература. Вот, пожалуйста, великий немецкий писатель, наверное, из самых-самых классиков, он это оценил. Это было очень весело, очень весело. К тому же, вот в вашей рубрике «Персона» уже выступал Симаков. Мы с ним вместе, как-то студент, запружили на картошку. И он, по-моему, даже прежде, чем я в печатном виде прочитал, он уже их читал, он там выдавал разные такие перлы, там типа того, что Пушкин и Гоголь решили напугать Жуковского, спрятались под скамейку, входит Жуковский, а тут они как выскочат. И он это замечательно произносил, это было весело, это была такая своеобразная игра. Хотя, вы знаете, Хармс – это такая сложная фигура. Отец категорически не принимал его произведения. Это разрушение литературы. А Хармс, в его записках, в его заметках есть ответ. Он говорил, запретите прогресс. То есть искусство, оно, конечно же, всегда меняется. Меняется литература, живопись, стиль меняется, музыка. Вот наша консерватория, она носит имя композитора Глазунова. В числе учеников Глазунова был и композитор Скрябин, будущий композитор. Он уже писал. И вот у Глазунова спрашивают, а как вы относитесь к его музыке? Он сказал, отрицательно, но за этой музыкой будущее. Вот видите, ему не нравится, ему не нравится, но он знает, что за этой музыкой будущее. И с этим действительно ничего не поделаешь. Поэтому Хармс, Хармс, да, это определенный этап, это абериуты, абериуты. Их там было много, притом самых-самых разных, в том числе уж даже Заболоцкий. Но это же классик наш, правда, классик наших поэзий. Он ведь тоже был часть этих самых абериутов. Поэтому в искусстве ничто не пропадает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok